Росавиация подтвердила пересечение разведсамолётом НАТО трассы гражданских самолётов. В настоящее время готовится дипломатический протест. По данным ведомству, пятницу утром один из двух натовских самолётов-разведчиков хаотично летал над Чёрным морем, опасно приблизился к пассажирскому лайнеру Аэрофлоту. Он следовал из Тель-Авива Москвы. На борту находились 142 человека. По словам источника Интерфакса в авиадиспетчерских службах, экипаж сообщил о срабатывании сигнализации, об опасном сближении между самолётом и по вертикали было менее 20 метров. Самолёт-разведчик на запросы с земли не отвечал, поэтому диспетчеры дали гражданскому самолёту команду снизиться, занять более безопасный эшелон. Как сообщили в Аэрофлоте в момент расхождения, экипаж Аэробуса наблюдал воздушное судно визуально. Насколько критично такое сближение? Мы поговорили с командиром Аэробуса А320 Аэрофлота Андреем Литвиновым. Ну, это конфликтная ситуация. Когда близко самолёты приближаются, сложно сказать 20 метров или 200 метров. Это же надо дождаться расследования. Но в любом случае, если самолёт-диспетчер дал изменение эшелона, то значит ситуация была конфликтная. Это опасная ситуация в воздухе. Раз. Во-вторых, при такой ситуации срабатывает система ТИКАС на наших самолётах. Там стоит система опасного сближения, так чтобы было всем понятно. И при конфликте в воздухе эта система срабатывает, и надо либо в зависимости, что эффективнее, либо набирать высоту, либо наоборот снижаться, для того, чтобы избежать столкновения. Такие случаи были. Это над Баденским озером, когда ТУ-154 Башкирский столкнулся с лёгганзой. Как раз это тот случай. Поэтому это очень опасная и требующая разбирательность на международном уровне. Командир аэробуса аэрофлота Андрей Литвинов в это же время в районе Чёрного моря должен был пролететь мальтийский пассажирский лайнер, следовавший из Сочи в Скопье, в Северной Македонии. Его маршрут также пришлось изменить. Росавиация планирует выразить дип-протест из-за участившихся полётов военных самолётов НАТО без радиосвязи у границы страны, поскольку это угрожает безопасности гражданских судов. В Чёрном море комментирует завцентром глобальных исследований международных отношений Дипломатической Академии МИДа Вадим Козюлин. В целом опасное сближение – это нарушение договорённости, которое, собственно, есть, у нас есть договор об избежании инцидентов в воздухе и на море. В рамках этого соглашения, помимо опасного сближения, опасного маневрирования, предусматривается, что самолёты должны летать с включёнными транспондерами. Приборы, которые отмечают, что это самолёт, подают сигнал о его местонахождении, диспетчеры воздушного движения могут видеть этот самолёт в таком случае. Зачастую бывает так, что эти транспордеры не включаются, и часто это бывает, кстати, с дронами-разведчиками. Ну, безусловно, это тот случай, по поводу которого дипломаты не должны хоронить молчание. Нечто подобное иногда происходит в воздухе между военными самолётами, иногда подобным поведением обвиняют наших лётчиков. В общем, это очередной эпизод эскалации между Востоком и Западом, между Россией и НАТО. Этот эпизод печальный, но некритичный, и говорит о том, что обстановка и отношения между Россией и НАТО, Россией и США, остаются накалёнными. Это не рядовой случай, конечно, но, в общем, это тот случай, на который обратили внимание диспетчеры и довели его до уровня российской дипломатии. Что случается, нечасто. Заведующий Центром глобальных исследований Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин в ноябре Российская Минобороны сообщала о повышении активности НАТО и США в регионе. Ранее российские зенитные ракетные войска отследили перемещение трёх самолётов разведчиков НАДО над акваторией Чёрного моря.